Армия Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа после масштабной атаки Хамас, начавшейся ранним утром 7 октября. За последние сутки израильская авиация поразила сотни объектов террористов. Также Израиль готовится к началу наземной операции в секторе Газа. Днём 11 октября Израиль атаковали на границе с Ливаном. Боевики Хизбаллы выпустили противотанковую ракету в сторону военного поста на территории Израиля. Идут стрелковые бои. Цахал наносит ответные удары. В Израиле говорят о минимум 1200 убитых. В большинстве своём это мирные жители. Подтверждённые потери израильской армии составляют 170 военнослужащих. Около 3000 человек в Израиле получили ранения. Судьба примерно 150 человек, похищенных и доставленных в сектор Газа до сих пор неизвестна. МИД Израиля опубликовал список стран, чьи граждане пострадали от атаки боевиков Хамас. Были убиты, взяты в плен или числятся пропавшими. Соединённые Штаты Америки могут отправить второй авианосец к Израилю. Об этом сообщает американская пресса. Вторую авианосную ударную группу в Восточном Средиземноморье возглавит военный корабль Дуайт Эйзенхауэр. Вот палестинские СМИ утверждают, что ночью израильские войска уже вошли в город Наблуз на западном берегу Иордана. Скажите, можно ли считать это началом той самой наземной операции Израиля? Нет, нет связи между городом Шхэм, так называется Наблуз на арабском и на еврике, и сектором Газы. Вы говорите про западный берег Иордана, если хотите, Иудеи и Самария. Война идёт с государством Хамаса в Газе, и поэтому то, что подразделения службы безопасности занимаются Хамасом, это постоянные работы по нейтрализации определённых групп террористов. Надо надеяться, что палестинская автономия в Иудеи и Самарии не присоединится к этой войне, потому что это будет окончательный конец Абумазина и его администрации. Мы сейчас говорим про войну с государством Хамас, это не террористическая организация, это государство, если хотите, параллель историческая, это государство ассасинов в Северном Ливане в средние века, это государство ИГИЛ, которое было в Сирии и в Ираке, поэтому мы воюем с такими нелюдьми, которые, если хотите, убивая людей, пьют их не у крови. Поэтому по-настоящему это людоеды, и говорить о том, что в секторе Газы сегодня есть какие-то незамешанные гражданские, это абсолютный нонсенс, потому что когда вели израильтян, между прочим, не только евреев, но и всех представителей многонационального государства, вели их по улицам и везли их на машинах и в клетках, то все население вышло, встречало их рисом, конфетами, музыкой и празднествами. Поэтому мы сегодня говорим о том, что если Израиль хочет остаться, быть живым, даже ситуация гораздо хуже, чем в Украине, потому что тут любой палестинский житель Газы считает, что у Израиля, у евреев вообще нет права на жизнь, не только на жизнь в Израиле. Мы слышали это от этого несчастного Кадырова, который с трудом выговаривал эти слова. И сегодня Израиль воюет, да, это абсолютное зло и Хамас, и Хизбалла, и Иран, и те, кто их поддерживает, в том числе и Россия. Но вот Нетаняху пообещал изменить Ближний Восток и полностью уничтожить Хамас, превратить в руины. Скажите, вот что именно это может значить и какие все-таки цели перед собой ставит операция Израиля «Железные ножи»? Скажите, когда закончили... Железные мечи. Железные мечи, прошу прощения. И скажите, все-таки где закончится эта операция? То есть она закончится в Газе или она может пойти дальше? Ведь все-таки Хамас базируется не только в секторе Газа. Ну, во-первых, 6.15 утра в субботу превратили всех, всех, абсолютно всех деятелей Хамаса от простого, в кавычках, полицейского до председателя Хамаса Синуара в смертников. То есть они еще ходят по земле, они еще делают что-то, говорят, но они уже мертвы. Это факт. МОСАД уже получил это указание, и поэтому, где бы они ни находились по всему миру, они будут уничтожены. Точно так же, как были уничтожены боевики Черного Сентября после атаки на израильских спортсменов в 1972 году на Олимпиаде в Минхене. Это раз. Во-вторых, мы сейчас говорим о том, что Израиль ведет войну. Поэтому все, как бы, будущие вопросы мы откладываем. Сейчас нужно закончить зачистку израильской территории полностью. Пока еще идут проверки, патрули и проверка каждого дома. Только в одном поселении, в Кебуце, в котором не более 500 жителей, были найдены вчера 108 трупов, замученных людей, женщин, детей. Ну, вот сообщается, что там раньше около тысячи все-таки людей жило. Да, но когда я говорю про утро, там было 500-600 человек, но вы понимаете, каждый пятый, каждый четвертый был уничтожен у себя дома. Все целые семьи были стерты с лица земли. Такого не было, и сказал наш президент со времен катастрофы еврейского народа в Европе в 1939-1945 годах. Поэтому мы ведем сейчас полномасштабную операцию. Она разделяется на фазы. Первая фаза происходит сейчас. Я надеюсь, что сегодня вечером она закончится. То есть полная зачистка израильской территории, нахождение одного или двух ударных туннелей, которые, скорее всего, были проложены. Во всяком случае, так считают наши военные. Ищут этот туннель в одном из кибуцов. Выйти на границу и закрыть ее герметично. И третья фаза – это уже наземная операция. Параллельно идет мобилизация. Уже мобилизованы 300 тысяч резервистов во всех подразделениях армии обороны Израиля. И большинство из них, между прочим, находятся на севере и готовы к отражению атаки Хизбаллы, которая подчиняется приказам Ирана и хотят помочь. Надо надеяться, что тот зонтик, который США раскрыли над Израилем в виде авианосной группы с авианосцем Джеральдом Фордом во главе, все-таки даст гарантию, если хотите, чтобы Иран напрямую не вмешивался. Хотя снова есть все знаки, что была там и координация, и помощь из Ирана, и, может быть, даже далее. А вот, Марк, хотелось бы как раз об этом спросить, все-таки, какие силы могут действительно поддержать Хамас в этой войне? Вот та, ну, так называемая ось сопротивления. Насколько вероятно, что она целиком или хотя бы частично все-таки включится в войну против Израиля? Ну, смотрите, что такое ось сопротивления? Итак, идет велотекущая, тихая, подрадарная война с Ираном. Постоянно Израиль работает и в Иране, и на периферии, во всех местах, где Иран пробует. Напомню, что еще 20 лет назад Иран взорвал два очень важных объекта в Аргентине. То есть, поэтому идет война с Ираном по всему миру, в частности, в Иране. Мы это показывали, мы это видели, глава правительства не раз говорил об этом. Насчет того, что Иран финансирует, поддерживает, обучает, управляет исламским джигадом, это факт, это уже известная информация. Насчет Хамаса, мы знаем, что Хамас координировал эту войну. То есть, они сказали, вот это будет 50 лет годовщина войны судного дня, они начинают эту войну. Это уже было скоординировано, это факт. Если будут, будут ли найдены следы прямого вмешательства, то есть бойцы Ирана или Хизбаллы, или стражей исламской революции, которые находятся в Газе и помогают, и координируют, и, допустим, инструктируют войска Хамас, я не знаю. Но, если это было, будет найдено. Тем более, что, может быть, и другие «добровольцы», которые помогают Хамасу, это могут быть, как вы сказали, боевики Вагнера и так далее. Ну, если это так, то, естественно, рука Москвы стоит за этим, тем более, что война началась в день рождения Путина. То есть, я не знаю, это запланировано, скорее всего, нет, но это очень и очень символично. Поэтому Израиль сегодня ведет войну. Всем ясно, что ИГИЛ и, да, и Хамас, это та же организация. То есть, ИГИЛ никуда не исчез, он просто перешел в Хамас и в другие суннитские радикальные организации. Поэтому сегодня, вы понимаете, если объяснить кому-то в мире, что такое для Израиля более тысячи погибших и 150 пленных, это примерно 40 тысяч погибших за один день. Такого не было никогда и нигде, ни в какой стране. Ни 24 февраля в Украине, ни 9-11 в США, ни Пэрл-Гарбор никогда не имели такого страшного импакта. К сожалению, мы находимся на острие копья борьбы с этими недолюдьми, которые, я думаю, что их отросети, то есть зверства, они выходят за рамки вообще любого зверства, которое было до сих пор. Я думаю, что это будет найдено. И, мне кажется, мировое сообщество должно объявить Хамас в Международный суд в Гаге, как террористическую организацию, которую необходимо ловить и арестовывать по всему миру. Я надеюсь, что это будет. Но пока мы видим, что, наверное, скорее всего, если будет такое решение в ООН, то будет рука одна или две, которые поднимутся за вето против этого решения.